В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В день памяти и скорби на Олее Славы возложили цветы к вечному огню. Детишкам мы просто объясняем поколению новому, что надо беречь то, что у нас есть. Участники клуба «Золотая осень» и работники Центра культуры поселка совхоза имени Ленина посетили пищевой производственный комплекс. То, что мы увидели, это впечатляет. Продолжается летний сезон гонок на выживание. 22 июня по всей России приспускаются государственные флаги. В учреждениях культуры, на телевидении и радио в течение всего дня отменяются развлекательные мероприятия и передачи. Ежегодно в 4 утра на Олее Славы в Видном зажигаются свечи и проходит возложение цветов. Жители вспоминают соотечественников, защищавших родную страну. Наступает минута молчания. Ровно 80 лет назад по советскому радио прозвучали слова Вячеслава Молотова, изменившие жизнь каждого жителя. В 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Сегодня в это время возложить цветы к вечному огню вышли ветераны, представители администрации и видновского благочиния, а также многие неравнодушные жители. Для каждого этот день отдается особой болью. В любой семье есть свой герой, ушедший на поля сражений. А вернулись не все. Дед моего мужа буквально в преддверии 9 мая в этом году был найден в братской могиле на территории Польши, тогда это была территория Германии. Мы узнали, что он, считавшийся без вести погибшим, на самом деле умер 8 февраля 1945 года. Для многих людей страшное слово «война» известно лишь из учебников истории и рассказов родных. А Владимир Песоченко – непосредственный участник боевых действий на Северном Кавказе. Сегодня он руководит Ленинским отделением боевого братства и знает, как важно, чтобы новые поколения не забывали о подвиге советского народа. Кто столкнулся с войной, тот понимает, что это, как говорится, выцарапано на наших сердцах в памяти о того, кому потеряли. Детишкам мы просто объясняем поколению новому, что надо беречь то, что у нас есть, и дорожить то, что нам дается. Это самое главное – любить друг друга и любить ближнего. После возложения цветов к вечному огню дети войны почтили память погибших, запустив по воде венок со свечами. Этой традиции уже 15 лет. Это очень хорошая традиция. В международных собираются люди, старики, пожилые, очень эмоционально, и слезки бывают всегда. Потому что, конечно же, вспоминать ту эпоху, когда началась война, мы все были детьми, это было очень трудное время. 22 июня – страшный день в истории России. Сегодня все ее граждане скорбят по своим соотечественникам, которые ценой собственной жизни защитили родную страну. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. По мнению некоторых заинтересованных лиц, пришло время заняться и лесополосою деревни Петрушина. Разрушение надежной защиты населенного пункта от шума и пыли, летящих с трассы дона железнодорожных путей, началось как стихийное бедствие. Внезапно и быстро. Буквально на этом месте всего несколько минут назад происходила незаконная вырубка деревьев. Заметив народное беспокойство, нарушители, быстро бросив технику, убрались с места происшествия. Теперь вместо лесополосы здесь куча опилок. Жители забили тревогу сразу же. Обратились к депутатам, в отдел по охране окружающей среды и полицию. Приехал специалист отдела экологии Сычев Сергей Сергеевич. Мы провели пересчет уничтоженных деревьев. На вчерашний день он составил порядка 55 деревьев. Разрешение на вырубку деревьев никто не дает. Принципиально это позиция администрации. Но тем не менее, вот такие злодеи у нас находятся. Наталья Мысникова – коренной житель деревни Петрушина. Она лично присутствовала при каждой попытке вырубки лесополосы и общалась с работниками, которые уничтожают природную зону. Люди говорят, что у них договор аренды. Предъявили его. Договор аренды на неделю всего. И за эту неделю они должны расчистить. Они говорят, что они деревью не уничтожают. Вот что они только вот что-то там, вот разросшиеся, вот кустарники. Что не соответствует действительности. Общаться напрямую с жителями собственник отказался. Как и не признал зафиксированные ранее нарушения. Эй, не рубились. Это вчера было все зафиксировано. А 55 деревьев живых откуда взяли? Это не деревья, это стали. Судя по кадастровой карте, на этом месте предполагается постройка новых жилых домов. Насколько комфортно было бы новоселам обитать буквально в нескольких метрах от железной дороги, не уточняется. Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого. Группа компании «Рота» построит пищевой производственный комплекс в Ленинском городском округе. Соглашение об этом подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель совета директоров группы компаний Алла Налча. По каким стандартам будет работать новое предприятие, смогли узнать участники клуба «Золотая осень» и работники Центра культуры поселка совхоза имени Ленина. С ними в поездку на ферму отправился и Максим Козлов. Из Ленинского городского округа в Нарофоминский путь не близкий, но его стоило проделать. Животноводческое хозяйство «Рота Агроблаговещение» был построен в 2016 году. Познакомиться с его работой приехали участники клуба «Золотая осень» и работники Центра культуры поселка совхоза имени Ленина. Именно группа компаний «Рота» в скором времени начнет возведение пищевого производственного комплекса в Ленинском округе. Будет построен современный агропромышленный парк к 2025 году. К проектируемому мы приступаем уже в этом году. Объем инвестиций порядка 3 миллиардов рублей. Создание 250 рабочих мест, создание инфраструктуры. Первая линия – это все-таки молочное производство, сырное производство мы запускаем в Ленинском городском округе. Потом колбасное производство и потом уже дополнительно всякие сыпучие, снеки и также строительство сопутствующих инфраструктурных вещей, как овощих хранилища, сортировочные центры. Здоровье питомцев на ферме – главная ценность. А потому, прежде чем отправиться на экскурсию, все облачаются в стерильные костюмы. На выходе есть даже специальный коврик, пропитанный особым составом. Заботятся здесь и о психологическом комфорте животных. Просьба громко не разговаривать, не делать резких жестов. Провел экскурсию для гостей лично директор животноводческого хозяйства рота Агроблаговещения Олег Реминный. Сейчас на ферме содержится порядка 4000 голов с молодняком. Проектная мощность предприятия – 50 тонн молока, а средний удой на корову – 27 литров в сутки. На производстве работает более 100 специалистов. Особый интерес у гостей вызвала карусель, которая находится в доильном цехе. Благодаря этой технологии доят 200 коров за 50 минут и в процессе участвуют всего 4 оператора. В ходе экскурсии каждая реплика директора предприятия – это и подробности производственного процесса, и научная лекция. Животное заходит с одной стороны и проезжает на доильном зале, выходит с другой стороны, то есть как бы как на карусели. Для того, чтобы образовался один литр молока, проходит 500 литров крови через вымя. Вы представьте, да, животное, которое дает 20 литров молока, тонну крови прогоняет. После посещения молочной фермы экскурсанты отправились посмотреть на поля, где растят корм для животных. Кормовая база «Рота Агроблаговещение» расположена на 4000 гектар, и компания постоянно вводит в оборот новые поля. Все, что касается земельного банка, он для того, чтобы обеспечить своих животных кормами собственного производства. Сенаж, сила с кукурузной и концентрированные корма. Ячмень, пшеница, вот мы сейчас стоим на поле возле гороха, это белковые составляющие. Ну и какой же радушный прием без угощения на столе. Несколько сортов сыра, который производит предприятие, а представители клуба «Золотая осень» поделились впечатлениями от увиденного. То, что мы увидели, это впечатляет. И дай бог, чтобы у нас в стране, в нашей родной России больше было таких агроферм. И чтобы мы ни в чем не нуждались и кушали хорошие продукты. Еще один сюрприз гостей мероприятия ждал в самом конце. Нам подарили вот такие замечательные пакеты. В них сыр, молоко, в общем, все то, что выпускает агрохолдинг «Рота Агро». Максим Козлов, Иван Головков, Ольга Садовская. Видное ТВ. Продолжается летний сезон гонок на выживание. Азартные, зрелищные соревнования прошли в минувшие выходные в деревне Горки. Наш корреспондент Екатерина Коваленко стала свидетелем этого захватывающего автошоу и пообщалась с гонщиками и чемпионами. Пыль плюс жара, клочья мокрой грязи и земли на трассе. Летние заезды в гонках на выживание традиционно считаются более сложными. Но от этого спортсменам только азартнее. Адреналина хоть отбавляй. Для гонщика из Москвы Андрея Березкина нынешние соревнования стали возвращением в этот спорт после долгого перерыва. Для заезда он специально приобрел автомобиль. За плечами почти неделя подготовки в гараже. К сожалению, не обошлось без технических проблем, но своему дебюту спортсмен рад. Всего в соревнованиях приняли участие 9 пилотов из Видного, Домодедова, Москвы и Новомосковска. Для летнего такого малоочисленного этапа очень классные заезды были, обгоны, борьба. Я вот там веду трансляцию ВКонтакте в группе с дальнего угла. И прям одно удовольствие комментировать. Прям есть что же сказать. А то бывает выстроились и едут по одному. А сегодня прям и лидер во втором заезде менялся три раза. И в хвосте гонки тоже были обгоны. Ну интересно. Правила просты. Несколько предварительных заездов, утешительный и апогей. Финал. Проявить себя спортсмену надо не только в скорости, но и в умелых маневрах и смекалке. Трасса всегда полна сюрпризов. И прогнозировать что-то невозможно. Чем хороши гонки на выживание, ты можешь ехать быстрее всех на голову. Но тебя просто уберут в первом повороте и все. И это как бы до... Когда двое остаются, до этого момента все время держат в напряжении. За рулем одной из машин была и супруга Сергея Юлия Соколова. Но вот поблажек от соперников гончится на болиде с надписью «девочка» никаких. Даже от мужа. Не дает, не выступает для того, чтобы у меня был какой-то азарт и... Как это правильно сказать? Желание, что ли, бороться. Вот. Поэтому нет. Пощады мне нет. На машине под номером 88 победитель предыдущих гонок Антон Рыжиков из Новомосковска. В перерывах между заездами мы поинтересовались у чемпиона секретами успеха. Удачи, больше ничего. И надежная машина. В принципе, все. Эта формула сработала и сейчас. Антон Рыжиков стал обладателем золота. Призы за второе и третье места достались пилотам из Домодедова Сергею Соколову и Даниилу Глухову. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok